Несмотря на свой вид, люди отсюда, жители, не хотели уходить. Видно, да, что здесь реально кто-то жил какое-то время, находился, обитал. Но самый большой мой страх – это то, что могут запросто записать в закладчики. Что только не сделаешь для хороших съемок. Монда, ой, я вас на кора съем. Друзья, сегодня мы расскажем об очень удивительном и неприглядном объекте, находящемся в самом центре Казани. Здание с удивительной историей, известный как Мергасовский дом. А вот об этом объекте нам расскажет человек, изучающий уходящую Казань, руководитель и автор аккаунта «Казань заброшенная» Алмаз Гараев. Алмаз, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся во дворе известного Мергасовского дома, который был построен в 1928 году по проекту архитекторов Спиранского и Глаголевой. Это был своего рода сильный подход, потому что до этого таких многоквартирных, многоэтажных домов с собственным водопроводом в Казани еще не существовало. Тем он и значим. Почему это здание называть Мергасовский дом? Своё название Мергасовский дом получил, потому что здесь находился Мергасовский переулок, а до этого были строения, которые принадлежали полковнику Мергасову. Отсюда и название Мергасовский дом. Я уже сказал, архитектурный стиль, конструктивизм. Он получил широкое распространение именно в начале 1930-х годов. До 2019 года, до мая 2019 года еще жили люди. Потом уже дом был признан аварийным и подвергся принудительному расселению. Несмотря на свой вид, люди отсюда, жители, не хотели уходить. Во-первых, один квадратный метр оценили всего лишь в 11,5 тысяч. Во-вторых, их переселяли в Салават-Купрэз. Конечно же, люди, которые привыкли жить в центре города, не захотели отсюда уходить. Но, как мы видим, дом в очень плачевном состоянии и представляет собой опасность. Тем не менее, Мергасовский дом является объектом культурного наследия, так как имеет историческую ценность. Здесь как раз-таки долгое время жил Кави Нажми. К нему приходили гости Мусадж Алиль, Хасан Туфан. И также с 1931 по 1952 год здесь жил Абдулла Алиш. К сожалению, таких объектов в Казани очень много. Они законсервированы, но множество объектов скрываются. Вскрываются объекты, во-первых, лицами безопределенного места жительства, во-вторых, любопытными лицами. Испокон веков все, что было запретно, привлекало внимание. И вот эта недоступность, закрытость объекта привлекает многочисленное внимание. Всем интересно, что находится внутри. Здесь получаются необычные фотографии. И сюда проникают любители старины и как раз-таки те, кто хочет пофотографироваться. Этот дом закрыт, и бывать здесь, и гулять запрещено, так ведь? Да. Так ходить самостоятельно, вообще посещать такие объекты весьма нежелательно, так как это очень-очень опасно. Опасно, да, да. И вот Мергасовский дом тоже представляет собой огромную опасность. Сейчас мы с вами заходим в один из подъездов, и сразу же видим то, что отсутствует лестничный пролет. И вот лестница, по которой мы поднимаемся, тоже имеет трещины. Тут такие трещины, мама! В основном, когда дом расселяют, сразу же прибегают мародеры, спиливается весь металл, сдается это все металлолом. Потом уже за мародерами приходят в дом вандалы, которые начинают крушить все подряд. Получается, этому дому сто лет, да, уже почти? Почти сто лет, да. А как вы думаете, Алмаз, вообще нужен такой дом? Нужно его сохранять? Или все-таки его уже лучше разрушить и на его месте что-то построить, что-то более функциональное и полезное для населения? Ну, за Мергасовский дом активисты борются. Это говорит о значимости дома, как я уже говорил, дом с историей, так как здесь жили многочисленные татарские писатели. В случае, когда, да, проще дом снести, объект снести и построить копию. Но, к сожалению, это уже не то. Там пропадает дух, истории, там пропадает вот эта вся значимость. Все-таки копия – это копия, это бездушная копия. Поэтому у нас, у исследователей заброшенных объектов, есть такое понятие, то, что недострой – это не заброс. То есть недостроенный объект не привлекает наше внимание, потому что… Он еще новый. Да, он новый, у него нет истории, в нем нет вот этого вот духа, старины. И вторая опасность – это, конечно же, лица безопределенного места жительства, которые… А вы здесь их уже замечали, да? Здесь конкретно я не замечал, но многочисленные лежанки, вот эти вот матрасы и старая одежда говорит о том, что здесь живут лица безопределенного места жительства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok время находился, обитал даже календарик висит на стене кто-то говорит то что конструктивизм и тут прям перевернутые плиты да пахнет тут конечно не очень да есть такой момент алмаз а вы ведь уже не впервые находитесь вот в этого этого здания может быть быть какие-то интересные случаи интересные истории да я здесь несколько раз бывал последний раз как раз таки перед закрытием этот май 2019 года как раз таки на майских праздниках начале мая сюда пришли волонтеры и выбирались но убирались на газелями увозился здесь мусор для того чтобы не было пожаров и когда я буквально вот в этом месте ко мне подошел мужчина средних лет но немножко шатавшись немного подвыпивший и спросил меня что город здесь произошло где-то мои вещи вообще что здесь говорит происходит но видимо он ушел за гул и вышел оттуда и он вообще был крайне удивлен тому что здесь вообще что то что здесь убрались она со сколько лет вы уже занимаетесь вот этим таким интересным делом занимаюсь этим с 2017 года это получается уже пять лет до около пяти лет а так у меня интерес к старине возник еще в пятом классе когда мы начали изучать первобытных людей на уроке истории я хотел стать археологом я хотел стать археологом сдавал экзамены по истории но окончив школу я поступил педагогический университет на факультет русской филологии и как-то это все вся эта мечта затохла потом уже взрослая жизнь и попал я на экскурсию замечательную краеведу автор многочисленных книг алексею ивановичу клочкову который как раз таки показал мне изнанку улица баумана и вот это вот мечта вот это вот желание исследовать старину во мне заново зародилась но вот в таком необычном ключе алмаз но ведь согласитесь это немного даже опасно занять я вскал даже немного тут очень много факт очень опасные за очень опасные и необычные занятия тут очень много факторов опять-таки начиная от вот этих вот несчастных случаях мы видим то что здесь стекла их может сдуть ветром может стекла упасть также самому можно куда-то провалиться могут рухнуть перекрытия во вторых опять-таки вот эти вот лица без определенное место жительства они могут просто напасть да да они могут напасть потому что они разные с одними конечно можно там посидеть поговорить но по большей части они настроены враждебно агрессивно потому что они думают то что пришли их выселять пришли их выселять то что обнаружит труп есть такое тоже но самый большой мой страх это то что могут запросто записать закладчики а таковых у нас немало да к сожалению городе таковых немало и с нашим законодательством не будем греха таить очень сложно будет доказать то что ты не верблюд и самые страшные опасения у меня вот это вот то что могут записать закладчики поэтому ребят ну осторожней только не не следуйте сами такие вот опустевшие до полу разрушенные места это все-таки не только опасно для здоровья но и грозит кое-чем масса ведь у вас уже есть несколько маршрутов да по которым вы проводите экскурсии да у меня есть несколько маршрутов есть чисто классический это уходящая деревянная казани усадебная казань есть маршруты выездные для небольшой группы это четыре человека я на своем автомобиле вожу по объектам заброшенным есть комбинированные маршруты таких экскурсиях можно увидеть просто парады указать но неоднозначное мнение я произвожу у многих экскурсоводов кто-то называет меня высказки выскочкой кто-то но в основном настроены негативно потому что они считают то что вот такое особенно туристам нельзя показывать то что по их мнению это вот помойки я же считаю то что наоборот должен быть контраст именно в контрасте познается и значимость это наша история нельзя стесняться истории и как говорил ломоносов народу который позабыл свое прошлое нет будущего и я вот как раз таки показывая все это пробуждаю в людях интерес и любовь прежде всего к истории алма спасибо вам за увлекательную экскурсию и давайте договоримся может быть снимем еще какой-нибудь объект в следующий раз да пожалуйста показания очень много интересных объектов я буду только рад приглашите очень рад кстати знакомству да уже давно общаемся в инстаграме вот наконец-таки смогли поэтому ждите нового классного интересного выпуска а 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 . а а а Субтитры создавал DimaTorzok